У Обамы двойственное понимание военной мощи, он стремится как к ограничениям, так и к свободе рук Питер Бейкер. The New York Times У Обамы двойственное понимание военной мощи, он стремится как к ограничениям, так и к свободе рук. В среду президент Обама сделал то, чего, видимо, не делал ни один его предшественник, пишет В. The New York Times Питер Бейкер, прося санкции на свою военную кампанию против ИГИЛ, которая длится уже шесть месяцев, Обама попросил Конгресс ограничить полномочия главнокомандующего при ведении войны с иностранным врагом. В законопроекте, который Обама направил в Конгресс, установлен трехлетний лимит на действия США, которые осуществляются в основном с воздуха, а также исключены длительные, масштабные наземные бои, хотя допускаются операции десантников спецназа и другие миссии ограниченного масштаба. Также документ предполагает, что наконец-то будет отменено широкое постановление Конгресса от 2002 года, которое санкционировало войну президента Буша в Ираке, говорится в статье. Иными словами, Обама предложил в некотором роде надеть наручники на его полномочия. Но в то же самое время он предусмотрел ключ от этих наручников, которым он или его преемник смогут воспользоваться, если сочтут их слишком обременительными, комментирует Бейкер. Законопроект Обама не отменяет постановление Конгресса от 2001 года, который разрешает президенту вести глобальную войну с Аль-Каидой и аффилированными с ней организациями. Автор заключает, у Обамы и его преемника останется большой простор для распоряжения военных операций во имя борьбы с терроризмом. Это глубинное противоречие в проекте Обама влияет на дебаты в Конгрессе. Республиканцы заявили в среду, что Обама предложил слишком много ограничений на ведение войны с ИГИЛ. Но некоторые демократы либерального толка сочли, что постановления от 2001 года и формулировки в проекте Обама ввиду своей гибкости дают президенту полную свободу действий. По мнению автора статьи, вышеописанное противоречие характерно для всей деятельности Обамы в качестве главнокомандующего. В некотором роде эта история о его президентстве, заметил Джек Галдсмит, который при администрации Буша был одним из старших юрисконсультов Министерства юстиции и находился в центре дебатов о президентских полномочиях. На президентском посту он все время говорит, что хочет сам себя сдержать. Но на практике он расширял свое могущество. Как бы то ни было, Обама поступает нестандартно, продолжает Бейкер. Президенты США обычно настаивают на максимально широкой интерпретации их права посылать войска в бой. Трумэн послал войска воевать в Корею, не прося Конгресса об объявлении войны. Клинтон вел войну в Косово без санкций Конгресса. Даже при Обаме США нанесли в Ираке и Сирии более 1,9 тысячи авиаударов по ИГЛ без четкого нового постановления Конгресса. В среду в письме к законодателям Обама повторил, что, на его взгляд, действующее законодательство дает ему полномочия вести такую кампанию. Но он добавил, что проявление поддержки обеих партий пойдет миссией во благо, а также сделал упор на отличиях того, чего он сейчас просит у Конгресса, от просьб его предшественников, говорится в статье. Это не санкционирование еще одной наземной войны, как в Афганистане или Ираке, заявил Обама. Он вернул 2,6 тысячи американских военных в Ирак, пусть во вспомогательной роли, но заявил, «Я убежден, что США не следует втягиваться в еще одну затяжную наземную войну на Ближнем Востоке». И все же Обама оставил себе свободу рук. В законопроекте сказано, что длительные наступательные наземные боевые действия исключены, но в сопроводительном письме к Конгрессу Обама упомянула возможности наземных операций ограниченного масштаба. Конгрессмены и юристы отметили, формулировка «длительные наступательные наземные боевые действия» достаточно расплывчата, чтобы под нее подпадали различные возможные действия. То же самое можно сказать о задаче бороться с ИГИЛы связанными с нелицами или силами, передает журналист.